Ас-саляму алейкум, меня зовут Аллах Ирхан. Я являюсь единственным в мире магистром исламских наук, имам хатыбом и филологом арабского языка из якутского народа. Ни в коем случае не хвалюсь этим, не горжусь этим, просто констатирую интересный факт. Даже специально вот так оделся, чтобы было понятно, что я имам. Некоторые думают, что я завхоз мечети, администратор, менеджер, кто угодно, только не имам. Ну, конечно, в такой одежде я не всегда хожу, но из видео, иншаллах, все сами увидите. В нем я буду показывать некоторые моменты из своей жизни и работы. Внутренний намаз прочитан. У меня еще три часа до начала рабочего дня. В принципе, могу лечь спать, могу пойти пить чай или посмотреть какой-то фильм. Как бы это ни странно звучало, но тем не менее, лучше посвятить это время чему-то полезному. Тем же самым документам. Можно выйти почистить снег, чтобы потом не оставлять на потом все эти дела. Прежде чем стать имамом, я учился в Медресе в Башкортостане, затем учился в Каире на языковых курсах, а затем учился четыре года в бакалавриятии в Кыргызстане, закончил факультет арабского языка и литературы, светский был вуз, после этого я учился в магистратуре три года очно, в Татарстане в Болгарской исламской академии и с тех пор служу имамом. А вот наша мечеть, внешний вид, очень красивая, облицована дагестанским камнем. Снаружи кажется небольшой, но площадь 720 квадратных метров довольно большая, расположена в 100 километрах от Москвы к западу, в Московской области, город Волоколамск. Парковка, конечно, не тищена, но ничего, растистим, это не проблема. Техий район, никаких особо соседей нету, расположено вдоль трассы. Это, конечно, тоже огромный плюс. Так как нету движения особо, мы ничего тут, заторы, пробки не делаем на джума, поэтому очень даже хорошо. Дорожки я расчистила, снега, давайте теперь зайдем внутрь мечети, посмотрим, как там все устроено. В холл мечети, как и во всех остальных, ничего необычного. Все знают, что обувь надо снимать. У нас есть правило, нужно и верхнюю одежду тоже оставлять, конечно, без сценных предметов и документов. Наш ресепшн. Ой, у меня штатив свалился. Тут должен сидеть дежурный, по идее, но иногда я сижу, но, иншаллах, в будущем он будет, пока необходимости такой нету. И вот общий бит на молельный зал. Очень красиво. Прямо завораживающая, успокаивающая картина. Это у нас мемориал памяти павших воинов-панфиловцев нашей Волоколамской земли. Об этом я расскажу, иншаллах, чуть позднее. Так как некоторые полки для обуви расположены над коврами, поэтому я написал и положил. Не кладите обувь, поширона монет, а яхтимлярны, айман. На трех языках. Если у человека, приезжего, он видит надпись на родном языке, то сердце как-то теплее, как-то более близко воспринимается. Я это по себе знаю. Не успевая переодеться, у меня через полчаса урок, придут дети. Вот показываю вам молельный зал. У нас очень красивый минбар. Минбар прямо основательный. Очень широкий. Мы шутим, что он с запасом для имама, чтобы он мог туда помещаться в будущем. Очень красивый. Я на джума сюда поднимаюсь прямо и веду проповедь. Читаю хутбу, вас. Все на меня смотрят, я на них смотрю. Первое время, конечно, было волнение, но после 50-60 джума постепенно волнение исчезает. Так что кто выступает публично, имейте в виду, больше практики и все, и все проблемы уйдут. Внутри минбара у нас есть тоже комната, комнатка, помещение. Но там я снимать и заходить не разрешаю никому, потому что там находятся очень важные пожарные безопасности и так далее. Поэтому лучше даже если будет здесь повесить какой-то замок, я буду лучше его закрывать. Дети могут зайти, что-то там тронуть. Для сестер-мусульманок у нас отдельный вход в территорию, в мечеть, отдельная тахаратная. Но с мышкового зала тоже можно зайти, но это никому не разрешается. Только тем, кто здесь работает. И то, когда здесь никого не бывает. Сломанный штатив. Это женский зал. Ничего необычного. Стараюсь немного добавить уюта. Остается повесить жалюзии. У нас есть репродукторы на джума. Бодоконник поставил цветок, чтобы добавить немного уюта. И требуется на стену поставить экран, чтобы сестры следили за джума-намазом. Вот вы видите отдельный вход. Я уже переоделся у нарядной, у учительской. На самом деле по образованию я, по-первых, учитель арабского языка. С минуты на минуту у нас будет урок, а после него приходское собрание по вопросам мечети, а после, возможно, выезд в город, тоже по делам мечети, но уже по мелочи. День продолжается. Дальше? Я хожу. Я подхожу, иду. Это мой рабочий шкаф. Тут мои все тюбитейки на все случаи жизни. Чалмы. А это мои чапаны. На все случаи жизни есть для намазов, для публичных каких-то приемов, праздников, торжественных событий, ну и совсем простые. Ну и самое интересное, это под шкафом у меня находится набор для усопших, кофеан, перчатки, фартуки для омовения. Ну, такие вещи должны всегда у имама присутствовать. Ну, сейчас у нас всегда бывает в мечети работа имама, нужно выезжать всегда, хотя бы один раз в день в город. Без транспорта в опте не обойтись. Поэтому, если мечеть, как в нашем случае, расположена довольно, ну, скажем, не в центре города, да, то это очень сильно выручает. Город у нас маленький, 26 тысяч населения, ну, мусульман 200-250 семей. Соответственно, ну, я не скажу, что у нас в мечети много, как бы прихожан. Ну, будем работать, чтобы из других районов, из других поселков к нам приезжали, хотя бы на Джума. Ну, тенденции уже есть, люди начинают уже узнавать из интернета, из социальных сетей. Также из Google карт, Яндекс карт они узнают, что там в Западе Подмосковья есть мечеть. И им ближе просто добираться к нам, нежели куда-то ехать, в Москву по пробкам, искать парковку и так далее, элементарное место, чтобы совершить Джума-Намаз. У нас пока есть места. То есть и парковка, и дорога свободная, ну, и получается, и в мечети наполняемость тоже не совсем полная сейчас, но мы работаем, работаем над этим. Так как все-таки люди жалуются, что, например, в мечети как бы мест нет для молиться. На самом деле это неплохо, неплохо. Значит, люди есть, мусульмане есть. Плохо, когда мечеть, она плохо, ну, мало заполнена. В данный момент я, мы поедем сейчас, ну, после рабочего дня поедем. Муж, забрали наши вещи по работе. Ну, рабочий день сейчас закончился, скажем так. И сейчас мы поедем попить кофе. В работе имамы есть очень много соебразных скрытых моментов. Очень часто бывают молодые выпускники исламских вузов страдают очень большими амбициями. Хотят всегда ходить в чалме, в чапане, где-то заседать, чтобы быть в центре внимания, встречаться с влиятельными людьми и так далее, и так далее. Но все это надо заслужить со временем. А до этого нужно быть универсальным специалистом. Если имам, это универсал. Не нужно стыдиться иной раз убраться в тахаратной, если никого нет, в целях получения награды или, может быть, в целях экономии мечетовских средств. Причины могут быть самые разные. Я не скажу, что постоянно, но раз в неделю прибираюсь. Я не говорю это из-за показухи или тем, чтобы показать, какой я хороший. Нет. В мечети нужно содержать в чистоте, даже если ты не хочешь этим заниматься. Но мечета, причем она должна всегда тахаратной, они всегда должны содержаться в чистоте. Если, грубо говоря, никто не чистит, то как не оставить же? Нужно же все это дело либо организовать, либо самому взяться за швабру. Хоть как. Ну, мы применяем разные способы. И организуем уборку, и сами беремся всегда по-разному. Что касается ковров, пылесоса, это очень большая территория. Но мы, конечно, привлекаем наших прихожан, наших братьев тоже, как в случае со снегом. Ну, все, дорогие друзья, рабочий день завершен. Ночной намаз прочитан, мечеть закрыта, я уже дома. Живу я тоже при мечети, но это уже другая история. Буду рассказывать об этом, показывать в другом видео. День был лайтовый, но я все равно немножко устал. На ютубе это мой, не знаю, второй или третий опыт, так что визуал, звук и так далее могут иметь какие-то недостатки, но ничего страшного.